Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем с вами исследовать книгу Деяния Святых Апостолов. Сегодня у нас также большой материал, состоящий из 16 по 18 главы. Поэтому мы разделим их на три части и представим в трех видеороликах. Сегодня я хочу представить наших гостей. У нас студия Анатолий и Лючия. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, мы с вами начнем изучать 16 главу. Она говорит о втором миссионерском путешествии апостола Павла. Вы помните первое миссионерское путешествие? С кем начинал Павел? Вот кто был его напарником? Варнава. Варнава. А теперь? Сейчас у него сила. Сила у него теперь. Да, то есть напарник сила. А как так случилось, что напарник апостола Павла поменялся? А я думаю, что были разногласия. По поводу кого? Ну, по поводу Тимофея. А, по поводу Марка. По поводу Марка, да? У Павла и Сварнавой были разногласия. Да. Хорошо. Давайте теперь мы начнем изучать 16 главу. Я предлагаю вам прочитать первый стих. Так Павел дошел до деревьев, а затем до листры. И там он нашел ученика по имени Тимофея, мать которого была уверовавшая во Христа иудейка, а отец язычник. Продолжайте. А братья в Листре и Виконии хорошо. И хорошо они уманцевались. А Павлу, пожелавшему взять его в спутники, пришлось обрезать его. Это было необходимо из-за иудеев той местности, где каждый знал, что отец Тимофея язычник. Хорошо. Вот давайте теперь представим вот эту ситуацию. Это второе, как мы уже сказали, миссионерское путешествие, да? Вот Дерви и Листры, вот эти города вам о чем-то говорят, напоминают, где они находились? Ну, а они находились, скажем, они принадлежали так к территории, римской территории находились они. Да. Да, но в 14 главе, вы помните, это Ликаунские города. Да. Вот 14 глава, 6 стих, это Ликаунские города Листра и Дерви. И мы с вами как раз обсуждали, что это за территория, кто там жил, да? С какими бытами люди там жили. То есть, современным языком это были дикари со своими варварскими обычаями. Но мы видим, что проповедь, на первый взгляд, когда мы читаем 14 главу, мы видим, что у Павла никакого плода в этой проповеди не было. Его вывели, побили и даже многие почитали, что он умер. Но на самом деле мы видим, смотрите, какой плод у него был там. Тимофей, а Тимофей в дальнейшем становится пастором, служителем церкви. То есть, неизвестно, кроме Тимофея обратились еще люди, записи нету, но подчеркивается имя Тимофея как самого главного, самого главного персонажа, который дальше займет место в ранней церкви. Да, и мы знаем даже послание, которое Павел пишет Тимофею. А вот интересно, вот вы не задумывались, вот как так получилось, что Павел, который рьяно выступал против обрезания, доказывал, что не нужно никакого обрезания, вдруг взял и обрезал Тимофея? В данной ситуации можно сказать, что хотя Павел и был против уже таких, скажем, ортодоксальных обычаев, которые были в иудаизме, как обрезания, он понимал, что новая эра в христианстве требует какие-то другие изменения, он понимал, что обрезание это уже как бы в прошлом. Но в этом случае, так как он был проповедником и только для язычников, но также и для евреев, а Тимофей, как мы знаем, был полуеврей, то чтобы не быть, я так думаю, чтобы соблазном не был Тимофей для своих собратьев, и все-таки было бы лучшим, чтобы обрезать его как по обычаям того времени, и, кстати, обрезание было очень важным аргументом в иудаизме. А вот Тита зачем он не обрезал? Вы помните? Он же с Титом пришел в Иерусалимский собор, но Тита он не обрезал. Да, Тит, не был обрезан. Почему? Почему? Потому что Тит не был евреем. Ага, спасибо, Ильича. То есть мы понимаем, что Тит, он был чистым язычником, то есть и с материнской, и с отцовской стороны, а Тимофей наполовину был иудем, наполовину язычником. И вот интересно, здесь написано, что Павел обрезал его ради иудеев, но все знали, что отец его Элим. Вы понимаете, вот какая логика здесь? По римскому праву ребенок, который рождается в смешанных браках, его вера, точнее, приписывается авторитету отца, то есть по отцу. Но для иудеев все наоборот. Если вот смешанный брак, то ребенок считается по материнской линии. Допустим, если отец язычника, а мать иудеянка, то ребенок считается чистым иудеем. Поэтому в данном случае, поскольку он собирался, Тимофей, поставить на служение в церкви, а для иудеев Тимофей все-таки был не язычником, а иудеем, потому что его мать была иудейка. Чтобы в дальнейшем у Тимофея не было проблем со служением, с донесением благой вести, Павел обрезывает. Потому что они могли бы сказать, да, собор принял решение, ладно, ну не обрезываешь язычников, не обрезывая, но Тимофей – это иудей. Поэтому надо обрезать. Поэтому нужно обрезать. И именно поэтому Павел, ради того, чтобы у Тимофея не было в дальнейшем проблем с иудеями, он его обрезывает. Они как бы идут на компромисс. Да, идут в этом смысле на компромисс, но опять же ради дела продвижения Евангелия, чтобы Тимофей тоже себя комфортно чувствовал. Не было бы вот этого обострения со стороны иудеев. И вот дальше мы читаем, что они проповедуют, и в 6 стихе доходят до Галатийскую страну, до Фригию – Галатийскую страну. А вот что за это за страна Галатийская? Вот вы знаете, да, есть такое послание апостола Павла к Галатам. А вот кто такие эти Галаты? В Римской империи было много варварских племен, которые жили в ней территории Римской империи, но которые довольно-таки часто очень большую проблему создавали для Римской империи. Набеги и многие другие проблемы. И вот Галла были одни из этих варварских племен. Кстати, они были самые агрессивные и больше всего как бы надоедливыми были для римской власти. Вот римляне их называли Галлой, а как их называли греки? Знаете? Кельтой. Слыхали его? Кельт. Кельт. То есть это были на самом деле тоже варварские племена или варварский народ с варварскими обычаями. И вот смотрите, что Павел как-то уже пошел, один раз прошел через вот такую дикую территорию, это Ликоумская страна. Теперь он попал второй раз, уже пришел к кельтам. Касательно религии кельта, вы знаете, в их основе религии это было какое-то мировое дерево, которое ассоциировалось с дубом. То есть они поклонялись деревьям. Более того, вот о жестокости их обычаев пишут, что с пленников они всегда снимали голову, вешали эту голову на коней, а потом приводили домой и эту голову как бы украшали. Головой этих пленников украшали там стены или я не знаю там что. Они считали, что душа живет в голове и голову надо отсечь, чтобы человек умер. Вот такие обычаи. Вот интересно, что Павел приходит опять в галатийскую страну, и мы видим, что эти кельты, эти галлы, которые беспокоили Римскую империю, и которых даже боялся Гаюлий Цезарь, они, многие из них, обращаются к Богу. И дальше даже Павел пишет им послание. И вы помните даже, что он там пишет? Глупые галаты. Глупые, да? Вот если бы эти галаты еще бы не обратились бы, то за эти глупые слова, глупая галата, они ему бы показали, конечно. Но так или иначе, смотрите, вот интересный момент. После этого Павел собирался навестить Асию, да, 6 стих мы читаем. А после Вифиню. Ну давайте по порядку. Вот Асию. Ну дальше что написано? Вот 6 стих. Они? Святой Дух удержал их от того, чтобы возвещали они Слово Божие в Асии. И 7 стих. И потому пошли они через Фригию и земли Галатии. Когда подошли они к границам миссии, они хотели было войти в Вифиню, но Дух Иисуса не позволил им. Дух Иисуса, да? Да, здесь пишется Дух. Вольный перевод. Ну, в любом случае, в любом случае, что мы видим? Что здесь Дух не разрешает, чтобы апостол Павел проповедовал в Асии и в Ефине. А скажите, не кажется вам это странным? Человек хочет проповедовать Слово Божие, распространять Евангелие вот в этих территориях, на этих территориях, и Господь его не допускает. Может ли Господь не допустить, чтобы человек проповедовал Его Слово? Ну, бывали такие моменты, когда мы читаем, что у них не было успеха, что Бог не допустил. Бывало такое, что не совершил ни одного чуда, мы читаем, да, даже в жизни Иисуса Христа. То есть, такие моменты бывают. Нам необходимо только знать, может быть, почему, если мы, конечно, узнали. Да. Вот многие люди, вот, а вы как-то считаете? Я считаю, что если они имели планы посетить эту часть, эту территорию, и Дух Святой им не позволил пойти, на это была причина, возможно... Я вообще в этом случае рассматриваю этот вопрос так. Так, мы часто порой хотим, создаем планы, хотим их осуществить. Нам кажется что-то лучшее, что мы для себя желаем. Но впоследствии оказываются, что у Бога были на нас другие планы. И мы не можем понять, почему так происходит. Пройдя некоторое время, мы понимаем, что Бог был прав. Это был лучший вариант. Это было лучшее, что Бог мог предложить человеку. Хорошо. Но вот смотрите, некоторые люди связывают, что, скорее всего, там люди не были готовы, или они бы пошли, там не был бы успех. Но ведь до этого тоже мы читаем, что во многих местах большая часть-то не воспринимала. Большая часть, тем более в синагогах, иудеи, настроены против апостолов, и даже гнали, побивали их. И они даже выходили, выбегали из этих территорий. В чем все-таки проблема, что Дух Святой не допустил? Каким образом не допустил, здесь не написано. Но давайте вот рассмотрим с вами одну очень интересную точку зрения, которая имеет право на существование. Вот смотрите, куда Дух их не допускает? Васю и Вифинию, да? Теперь давайте откроем первое послание апостола Петра, первую главу, и прочитаем первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельце, рассеянном в понте Галатии Каппадокии, теперь смотрите, Асии и Вифинии. То есть что мы видим? Что Асия и Вифинии – это были те территории, на которых трудился и работал апостол Петр. И как пастор он посылает свое письмо именно вот этим территориям. Теперь смотрите, вот какой интересный момент получается. Когда Павел захотел посетить вот эти территории, Асию и Вифинию, он узнает, что на этих территориях трудится кто? Петр. Трудится апостол Петр. А вы знаете, что после Иерусалимского собора у них был конфликт? Да. Относительно чего? А когда пришли, Петр же сидел с язычниками. Да. Кушал, а когда пришли от Якова посланные, почему-то он стал чуждаться, и Павел его там публично при всех, ну, можно сказать, осудило или обличило. Это, естественно, мне кажется, не совсем малоприятно. Петро перед всеми. Все-таки он считает, что он стал в церкви, да? Ну, это причина, что потом не идти на территорию, где работал его оппонент, скажем так. То есть, фактически у них был определенный конфликт. Можно сказать, немного натянутное отношение. И вот Дух Святой все-таки сосчитал мудрым, что не стоит Павлу идти туда, где уже трудится Петр, и где, может быть, также это человеческое все-таки, вот эти взаимоотношения, они не совсем вот такие, как сказать... Были благоприятные. Да, благоприятные. Для развития той ранней церкви, которая только начинала существовать. Поэтому Дух как бы говорит, вот Павел, Петр там служит, не надо туда тебе сейчас идти. А Павел сидит и думает, а что мне делать, тогда куда мне идти? И тогда Господь ему видение дает, что? Новое место. Новое место, вот новое назначение, не надо идти туда, ну и не надо опускать руки, что у меня нет территории, где ты смог бы потрудиться, поработать. Я предлагаю тебе новый путь, новую дорогу. И мы видим, что его посылают куда? А вот 9 текст говорит, что ночь уже Павла была в видении. Ники Македонянин предстал пред ним и просил его, приди в Македонию, помоги нам. И помоги нам. То есть его приглашали в Македонию. В Македонию, да? В Македонию. И вот когда они отправлялись, вот 11-12, мы не будем сейчас читать. А вот 10 текст очень хорошо говорит, что сразу же стали собираться в Македонию, будучи уверенными, что сам Бог призвал нас посвящать на Богу и есть. Сам Бог, потому что действительно Бог нам правил. Да, потому что это реально вот в видении. Сам Бог явился, и Бог говорит, вот, не печалься, идешь на новое место, куда я тебя пошлю. И вот дальше мы читаем, что они отправились, вот 11-й, Труада. Труада – это Трое, да? Известная Трое. Дальше – Неаполь. Неаполь – это не итальянский Неаполь, не надо путать. И 12-й текст пришли в Филиппо. Это первый город. Первый город не имеется в виду столица. Столица в то время была Салоника. Салоника. В то время. Но, наверное, здесь имеется в виду, что Филиппо – это важный город. А в другом переводе так и написано. Как оно написано? Да, здесь написано, что оттуда направились в Филиппо, римскую колонию и главный город той части Македонии. Да, именно той части. В той части он был главным городом. Это, как, наверное, областной центр был. Да. В каждом районе есть какой-то… Теперь скажите, когда апостол Павел посещал какой-либо город, какую-либо страну, в первую очередь что он искал? Искал, где собираются люди. Церковь искал. Синагогу искал, да? В первую очередь он искал синагогу, в которой собирались как иудеи, так и элины. И почему, в основном, вот интересно, вот эти иудеи, они всегда выступали против Павла? Потому что они пытались этих элинов как бы больше обратить в иудаизм, а Павел от них отнимал. Павел их делал христианами, поэтому они от этого не были в восторге. То есть ты отнимал от них людей, которых они пытались обратить в иудаизм. Но что мы видим? Что в этом городе Павел не находит синагоги. Синагоги, оказывается, не было. А люди собирались где? Написано «молитвенное место». Молитвенное место. В новом переводе, я думаю, у Кулакова тоже так написано. Вот 13 стих. Вы читаете, пожалуйста. В субботу мы вышли за городские ворота к реке, где мы думали, было место для молитвы. Там мы сели и разговаривали с собравшимися женщинами. Посмотрите, там были женщины, мужчин не было. Для того, чтобы синагога существовала, необходимо определенное количество мужчин. Без мужчин синагога не может быть. А поскольку здесь обращены были женщины, в городе синагоги не было. И они собирались где? У реки. У реки. Поэтому вот важный момент, знаете, в чем? Собираться в синагоге. Собираться у реки. Где бы вы ни собирались, главное собираться во имя Господа, и Господь будет в основном. Даже там, где двое или трое. Там, где двое или трое. Поэтому нельзя сказать, что Господь был в синагоге, но Господь никак не может быть за городом у реки. И молитвенный дом, между прочим, хороший у вас перевод был. Это не имеется в виду это здание, а имеется в виду место молитвы. То есть это, скорее всего, молитва. Вот женщины собирались, беседовали, молились, может, читали там, я не знаю. И вот интересно, что Павел идет, их находит и начинает им проповедовать. Мы понимаем, да, что они, скорее всего, эти женщины не христианки были, а более приверженцы иудейской религии. Ну и паразелитами, наверное, не были они, то есть не обращенные. И когда Павел им проповедует, среди этих женщин выделилась одна женщина именем Лидии. И написано, что Господь отверз сердце ее внимать к тому, что говорил Павел. То есть все они слушали. Но среди слушающих есть и так слушающие, и сердцем слушающие. Разница есть. Все могут слушать, но смотря, как ты слушаешь. Ты слушаешь. Вот Лидия слушала так, что Господь отверз ее сердце. И интересно, что она была, в принципе, богатой женщиной. Да, она была бизнесменкой. Да, у нее был свой бизнес, свой бизнес. И вы знаете, вот вы помните, апостол Павел часто пишет, что ему финансовую поддержку давали из Филиппинской, вот Филиппинская церковь. И, между прочим, он больше всех любил эту церковь, Филиппинскую церковь. И, скорее всего, основным донором или основным спонсором вот этой церкви была именно вот эта женщина, Лидия. И ни раз, ни два она принимала и Павла, и вот этих путников у себя дома. И вот написано, что она после того, как крестилась, она ее домашняя. В общем, Павел жил у нее некоторое время. После этого случается интересное событие. Событие следующее, что когда Павел силой... Да, до этого, смотрите, какой интересный момент в 10 стихе. Давайте мы почитаем, а ну-ка. После того видения мы сразу же стали забираться в Македонию. Вот мы. Что означает мы? Кто писал это Евангелие? Лука. Лука писал. То есть здесь уже Лука имеет в виду, что я тоже был вместе с ними. То есть я проходил вместе с ними и был свидетелем всех этих событий, все, что дальше происходило. Поэтому можем сказать, что там был Павел точно, там была Сила точно и Лука был точно. И дальше они видят одну служанку, которая что делала? Ну, давайте прочитаем, 16 стиха по 18. Однажды, когда мы шли к месту молитвенного собрания, встретилась нам одна рабыня, одержимая духом, с помощью которого она предсказывала будущее и тем приносила своим господам большой доход. Следуя за Павлом и нами, она кричала, эти люди, рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения. Хорошо, вот давайте интересный момент. У вас написано, что она была одержима духом, да, просто? У вас есть другой перевод? Нет. Нет. В синодальном написано духом прорицательным. Но когда мы читаем в оригинале, там интересно, написано, что она обладала духом Пифона. Кто такой Пифон, слыхали? Языческий бог. Языческий бог. Это, скорее всего, дракон или змей, которого убил Аполлон своими стрелами. И вот мифология гласит следующее. После того, как Аполлон убивает Пифона, он строит святилище. Но не находят людей, которые были бы жрецами в этом святилище. И в этот момент он видит, что там корабль моря терпит крушение. Он принимает облик дельфина и в образе дельфина спасает этих людей. Берет их на берег и делает своими жрецами. И после этого есть такое понятие – дельфийский оракул. Слыхали вы такое? Дельфийский оракул. Почему дельфийский? Это как раз от дельфина, в облике которого Аполлон якобы спасает вот этих людей. И после этого там устанавливается вот такое служение. Помимо вот этих жрецов существовали женщины, которых называли Пифи. Кто такая Пифи? Пифи выбиралась из обыкновенного, это девушка из низшего сословия, которую обучали, которая готовилась ко всему этому. И когда она прорицала, когда она пророчества, она должна была сесть посередине расщелины, откуда выходили ядовитые газы. Она вдыхала вот эти пары, вот эти ядовитые газы, ну, наверное, впадала в какой-то транс какой-то, впадала в галлюцинацию и начала просто бормотать. То есть это набор бессвязных слов. И в этот момент рядом находился жрец, как будто якобы понимал ее и передавал волю богов. Вот с такой практикой вы встречали Библию, вот где-то вот ничто такое? Ну, да. Когда мы говорим о бормотаниях, то да, встречали. Первая Коринфяна, да? Вот первая Коринфяна. Вот интересно, вот откуда это все было. Вот Павел же им тоже пишет, вот если кто-то зайдет, подумает, что вы беснуйтесь. Оказывается, что некоторые из них, которые обратились в христианство, они внесли вот свой языческий элемент. Вот этот языческий элемент. Но, между прочим, я вам скажу, что эти пифии, они имели очень большой авторитет и очень большое уважение. Они жили только в Дельфах. И даже императоры, перед тем, как принимать весомое решение, то есть главное решение, они все обратились, обращались вот к этим Дельфийским уракуумам. Ну, в принципе, сегодня ничего не поменялось. Да. Сегодня большинство президентов, они имеют экстрасенсов, они имеют людей, с которыми обращаются, которые им тоже предсказывают что-то. Поэтому практика повторяется. Практика та же самая. Единственное, что пифия жирит исключительно в Дельфах. А эта женщина, она была в Филиппах. Скорее всего, она не была именно пифией. Но почему Лука пишет, что в ней был дух пифии? Наверное, Лука имеет в виду, что как пифии имели такой же авторитет для всех. Эта женщина, вот для этого города, она имела такой же авторитет. То есть все прислушивались к ее советам, все прибегали к ней. И, между прочим, мы читаем, что она приносила очень большой доход своим господам. А вот скажите, а что, разве она что-то говорила неправильно, что апостол Павел изгнал из нее духа? Она хорошую рекламу делала. Так она рекламу делала хорошую. Апостол Павел. Вот представьте, авторитетный человек. Вот вы идете к нему, и он открывает все двери для вас. Как получается? Любой продукт, который хотят раскрутить, они платят большие деньги знаменитостям, которые представляют этот продукт. И, как правило, все думают, ага, если это знаменитый человек, значит это же будет хорошее. В данном случае та же самая ситуация происходит. Женщина, которая пользуется авторитетом, предсказанием. Кстати, это было очень важным делом, потому что раньше очень верили предсказаниям людей с такой профессией. И поэтому, если уж и она говорит, что это люди, делающие дело Божие, ну это точно. Они возвещут нам путь спасения. А чем были они недовольны? Ну, я считаю, что недовольство в том, что разные источники, разные духи. Если Павел понимает, что он руководит Духом Божиим, то он видит точно, что эта женщина, она не Божиим Духом. Это первое. Второй момент, если бы даже Павел с ней начал трудиться или сотрудничать, а в конце концов он уезжает, она остается за старшего, авторитет. И в конце концов вся эта церковь, она становится, в общем-то, языческой. Здесь апостол Павел тоже с ней получается. Павел, все это ведя наперед, он это понимает, что вот эти два духа сосуществовать не могут. Я думаю, что здесь апостол Павел еще как стратег, как дальновидный человек, усмотрел опасность. Потому что мы знаем, что всегда, когда зарождается истина, дьявол тут же предлагает подмену этой истины. Похожую. Альтернативу, очень похожую на правду, но на самом деле это неправда. И он понимает, что сейчас вот если этот неправильный дух переплетется с чистым, правильным Божиим Духом, то опять-таки будет повторение истории. Мы знаем всегда, что когда переплетается правда или неправда, правда теряет свой вкус, свой цвет и свою чистоту. Поэтому в этом была опасность именно для зарождающейся новой церкви. Спасибо, в принципе, вы правильно подметили, я просто обобщу. Вот смотрите, что все люди же знают, что она поклоняется Зевсу. Теперь она говорит, что это наши братья. То есть они говорят то же самое вам, то, что говорю я. Поэтому их можно слушать. Мы все верим в одного и того же. И в сознании людей, значит, эти люди, если ты с ними согласна, значит, они тоже поклонятся кому? Зевсу. То есть у нее получается синкретизм двух религий. То есть она смешала эту религию со своей религией. И говорит, нет никакой разницы. Эти люди такие же, как я вас учу, так и они учат нас. Да. Вот этому пути. И поэтому это очень большая опасность. Почему? Если бы Павел согласился бы с этой идеей, то он бы утратил бы уже свою веру. Да. Идентичность с Богом. Идентичность с Богом. Потому что его все бы восприняли уже как такого же, как Зевсу, как поклоняющийся именно Зевсу. Какой для нас здесь важный урок? Вы знаете, когда перед нами открываются дороги, это еще не означает, что сразу надо согласиться с этим, принять и сказать, вот Бог открыл перед нами дороги. Мне кажется, нужно иметь мудрость, чтобы понять. А вот если я соглашусь вот на это, вот что за этим последует? Ну да. Не пострадает ли Евангелие от того, что я с этим соглашаюсь? Это очень важный момент для нас. То есть, вроде до этого Павла не принимали, всегда, наоборот, закрывали перед ним двери, а здесь все наоборот. Все двери перед ним открыты, это заходи и проповедуй. Ну, а как это, смотрите, Сатана, пожалуйста. Павел тоже не первый раз, они это делают. А был такой момент, когда, допустим, говорят, это боги. Да. А они говорят, а мы не боги. А, мы не боги, мы побили. То есть, здесь опять дают дорогу. А он говорит, нет, нет, нам не по пути. Ну, и сейчас посмотрим, что дальше будет. Да. То есть, очень важный момент, как Сатана действует. Сатана или закрывает все дороги для тебя, или же наоборот. Все дороги открывает, но за этим нечто такое скрывается, то, что потом повредит делу Божию. Надо рассмотреть. Поэтому надо рассмотреть. Павел подумал, что что-то здесь подозрительное. Вот везде как-то вот трудности, проблемы, а вот сразу что-то не так. Все гладко, да, как-то идет. Есть подвох, как говорят. То есть, Павел не выбирал легких путей. Да, да. Как и легких территорий тоже. Это очень важный момент для нас, я считаю, потому что любому человеку приятно, когда говорят нечто положительное про него, когда его рекламируют, когда демонстрируют его перед другими, да, и человек может в этот момент забыть и Бога, и всего. Ему приятно в этот момент. И вот самое главное, чтобы человек не концентрировался на себе, а все-таки он задумывался. Да, да, мне может и приятно, но как это скажется, как это отразится на том поручении, для которого Господь меня послал сюда. Вот очень важный момент. И вот интересно, что же дальше происходит? Он изгоняет вот этого Духа, и после этого что происходит? 19 стих. Тогда господа, ее видя, что у них теперь больше нет надежд на доходы, схватили Павла из силы и потащили на площадь городскому начальству. Вот здесь интересное слово. Вот в 18-м написано, и Дух вышел в тот же час, а в 19-м надежда на доход исчезла. Вот в греческом используется то же самое слово. Все вышло. Вышел. То есть Дух вышел, и доход вышел. Исчез Дух, прибыль исчезла. Ну, люди перестали, наверное, обращаться за помощью. Естественно. Естественно, люди теряют деньги, ведут их кому? Ведут их воеводам. И мы читаем, что воеводы велели бить их палками, и давшие много удара, ведли в темницу, приказали темничному стражу крепости речь их. И вы знаете, да, ноги их забили так же колоду. Ну, вот обратите внимание, что интересно, что вот таким вот бизнесом занималось начальство. Ну да. Депутаты. Понимаете? То есть они же понимали сами, что это несчастный бизнес. Понимаете? Это все-таки они зарабатывали на том, что они что-то предсказывали. Если, конечно, они очень сильно верили в своих хирургических богов, ну, это так еще нормально. Но вообще, я думаю, что они понимали, что это не так. Потому что когда исчез доход, ну, ладно, вот у меня, допустим, исчез доход, я, допустим, занимаюсь этим. Ну, как я пойду к воеводам? Как я пойду к мэру, к губернатору и жалову? То есть они были связаны? Все в одной корзине? Я вот это имею в виду, что это верхушка. Ну да, все они в одной корзине были. И те, кто Иисуса судили, тоже верхушка. И вот Павла тоже, и вот Билли его тоже. То есть это не простой народ. Простой народ мог там подтолкнуть к чему-то. В данном случае, когда вопрос решался, замешаны были верхушки. Замешаны были верхушки, да, замешаны были, конечно. Однозначно. А вот интересно, вот когда мы читаем вот эти тексты, у многих не возникает даже вопроса. А вот вы помните, да, их сильно побили, побили палками, между прочим, не ремнями. Вы знаете, что тогда было лечевание, а это были ремни, на которых были заостренные, да, наконечники. Они воровали плоть прямо, срывали плоть. Вот Христа, когда избивали уже перед распятием, вот этим вот сбивали уже. А их просто побили палками. Но все равно это уже больно, это неприятно. Мы понимаем. А вот когда их побили, естественно, на следующий день и хотели освободить, да? И вы помните, когда и хотели освободить, это концовка уже 16 главы. Что же Павел говорит вот в 37 тексте? Почитайте, пожалуйста. Как, возразил Павел, нас, римские граждане, без суда, всенародно избили и бросили в тюрьму. А теперь нас тайно выгоняют? Нет. Пусть придут и сами нас выведут. А вы смотрите, интересный момент получается. Нас, во-первых, нас во множестве частей, значит и сила была римскими гражданинами, да? Вот их избивают. Но прежде чем я открою вот эту картину, вот интересно, что бьют только кого? Ну, Павел и Силу. Павла и Силу. А между ними же и Лука был? Да. А почему Луку не побили? Недостоин. Недостоин участи, да, такой? Да. Ну, мы знаем, что Лука был, ну, не был евреем, он был изъязычником, был врачом. Потому что били только евреи? Да, били только евреи, потому что римляне, они были против евреев. Ну, вот что им дало право вот такое бить евреев? Ну, мы знаем из истории, что евреи тогда уже были подозрительными. Вообще, это религиозное течение, которое началось с христианского, было подозрительным в те времена. И мы знаем, что многие императоры даже издавали указы, когда еще до Нерона, издавались указы, которые уже притесняли христиан, изгоняли их. Изгнание, да. Не христиан, наверное, иудеев. Иудеев, да. Вы знаете такой указ Клавдия? Да, указ Клавдия о изгнании иудеев из Рима. Значит, иудеи там, ну, в принципе, натворили делов, и поэтому Клавдия и издает указ, чтобы всех иудеев из Рима изгнать. Теперь, что они здесь говорят? Это Нерим, правда, Филиппы. А здесь говорят, вот их изгнали из Рима, они пришли сюда и мутят воду здесь. Ну, это Филипп, но когда мы читаем дальше, то написано, что это римская территория. Да, это все была римская территория. В принципе, тогда Рим управлял... Да, это не рим, но римская империя, она управляла, у нее были свои гарнизоны везде. И поэтому они спокойно, спокойно могли иудеев побить, потому что Клавдия уже издал, что они, в принципе, не зарекомендовали себя с положительной точки зрения. А Лука был из язычников полностью. Поэтому Луку оставили в покое, а избили Павла и Силу. Но и здесь возникает вопрос. Если они были римские граждане, если потом они качали свои права, почему они с самого начала не сказали, что мы римские граждане, их бы не избили, а, между прочим, их избили вдоволь, как следует... Кажется, 49 ударов им давали. Это по-идейскому закону, по-аримскому, сколько хочешь, давай. Все зависит от настроения палача. И от состояния жертвы. И от состояния жертвы. Ты смотрите, они могли бы все это предотвратить, но при всем этом они получат вот такие удары, их ввергают во внутреннюю темницу, что это означает, где нет света, темно. А вы знаете, вот раскаленное вот это тело уже после ударов, вот холодное, когда соприкасается, это же тоже очень больно. И плюс ноги поставили в колоду, которая очень тяжелая. То есть невозможно не двигаться ничего. Зачем они допустили, чтобы с ним поступили, если они были римскими гражданами, могли все это пресечь? Хотя ни раз они не допускали. Да, ни один раз. Павел говорит, а я гражданин Рима, а ну все, значит, тебя останется. А вот как это вдруг они пошли, что они... Скорее всего, что они умышленно пошли на этот шаг. Они дали себя плодить. А вот зачем? Что, мазохист? Я думаю, это была какая-то другая причина. Ну, я, знаете, исследуя жизнь Павла на основании деяния, Павел не раз прибегал к таким методам для того, чтобы круто изменить ситуацию и позволить, скажем, делу Божьему продвинуться дальше. Дальше, когда мы будем читать 23 главу, он тоже там, вот его уже должны там, в общем, наказать за то, что он оскорбил начальство. И вдруг он начинает говорить, братья, я фарисей, меня бьют за то, что я верю в воскресенье. Хотя... Я думаю, поссорил саду киеву фарисею. Поссорил, поссорил их, да. В данном случае это тоже такой момент, когда он видел, что его уже выселяют. И вот если его побили, и он уже в тюрьме, а сейчас он начнет с ними разбираться, его, конечно, не выселят. Пока даже будут разбираться, его не выселят. Он будет... Какому-то методу или хитрости какой-то, чтобы хоть как-то задержаться тут, да. Спасибо. Вот очень часто, когда мы изучаем вот жизнь вот таких святых людей, нам кажется, что они, ну, все они вот такие идеальные. Да, как вековные. Но на самом деле, что они делают? Они все-таки допускают, они умышленно идут на этот шаг, потому что их, в принципе, выселяли с этой территории. Они только приехали. Ну, что там они успели сделать? Одна Лидия, допустим, обратилась. И их уже выселяют. Они промолчали. Да, туда дух не допустил. Да. Отсюда уже выселяют. Отсюда их Господь направил именно в Македонию. И сейчас их отсюда выселяют. Не для того, чтобы подняли. Не для того, да, чтобы их выслали. И вот смотрите, на какой шаг они идут. Они допускают, проходят через эти пытки, чтобы потом шантажировать городских воевод. Они сказали, а если вы нас сейчас выселите, то мы скажем, что вы нас, римских граждан, побили без суда. И вы читаете здесь, да? Вы читаете, что когда они узнали, вот 38 стих, городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане. Более того, они пришли сами, извинились. Сами пришли, извинились. Это же, чтобы начальники пришли и извинились перед заключением. Да, потому что они бы сказали, а вы знаете, что римских граждан в колоду нельзя класть вообще ноги в колоду. Это вообще запрещено всеми законами. Римского гражданина в колоду. К тому же бить без суда, без следствия. И поэтому они сказали, извините, мы должны сейчас с вами запрещать сделку. Мы остаемся здесь, мы продолжаем нашу деятельность, вы остаетесь в покое ее, без всяких претензий и жалоб. Если вы нас изгоняете, тогда я даю ход вот этому делу, что вы нас избили всенародно. Ну да, свидетелей много. Из этой истории я для себя как бы вот ввожу сейчас пример, что все-таки, несмотря на то, что это были действительно святые люди, которые великое дело делали тогда, и Дух Святой руководил ими, но мы видим, что Бог, даже если что-то великое в нашей жизни совершает, через нас совершает, Он при этом не лишает нас идентичности, личности. И наш характер, как бы наш темперамент, он остается при нас. И очень часто даже бывает, что Бог использует какие-то наши особенности, или особенности нашего характера, для того, чтобы даже свое дело донести, или через нас работать. Конечно. Просто мы должны отметить, что это Павел делал не ради себя, а не ради своей личности, а ради проповеди дела Евангелия. Насколько надо было сильно хотеть возвещать волю Бога язычникам, чтобы даже позволить себе, чтобы побили вот так сильно, их колоды заковали. То есть он был уверен, что Бог его отправил сюда? Да, он был уверен, потому что видение он получил, что Господь отправил в Македонию, а тут его усиляют. Ну вот тут вот мы говорим о Павле, но все-таки, мне кажется, они сговорились с силой. Вот именно. Сила тоже пошел на этот шаг. Сила, наверное, подумала, зачем Павлу одному проходить через это. Не, ну сила однозначно, они же оба граждане, потому что они пишут нас. Нас, нас, да. Поэтому они просто, единственное, я так вижу, в чем они сговорились, чтобы не говорить, что они римские граждане. Во время пыток. Да, во время допыток. Что раньше, когда его пригазали бить, он говорит, а как ты можешь меня бить, я же гражданин Рима. О, я не знал. То есть, понимаете, а Луку вот как-то... Да, вот интересно. А почему Лука... Со стороны Луки, да. А знаете, у меня такой вопрос, а как они вот определили, что Лука не римский гражданин, или почему, и что он не иллюгей? Как они определили? По имени, во-первых, Лука, это вообще не иллюгейское имя? По имени, скорее всего. Да, скорее всего. Можем быть, какие-то внешние черты характера. Во-первых, наверное, внешние же тоже не отличались. Иудеи, и все-таки, и греки, они отличались внешне. Ну, да. Я думаю, что какие-то... Просто интересно это посмотреть с точки зрения Луки. Как увидишь, что тут партнера визбили, а он потом вместе с ними соединяется, идет дальше проповедовать. Но смотрите, кажется, когда читаем сороковой текст, складывается впечатление, что они тут же покинули Филиппа. Но не совсем так, потому что они же вышедшие с темницы, пришли к Лидии, и увидевшие братьев, поучали их. Вот это поучали, это продолжительный глагол, представим, в продолжительное время. Неизвестно, как долго поучали. Естественно, после того, как уже сделали всю свою работу, добили свои цели, все, что они хотели сделать, вот после этого они уже... и больше их не выгоняли, они сами ушли. Да. То есть, поучали, в это время опять могли приходить и выгонять, но похоже, что договор был сильным. И плодом, естественно, вот этого тюремного заключения был темничный страж. А вот интересно, еще одно слово про него сказать. Вот 30-й стих, когда мы читаем, вы помните, да, историю, землетрясение стало, все там основание темницы разрушилось, и все могли бы сбежать. Но никто не убежал в этот момент. Вот давайте прочитаем 30-й стих. А что делать мне, господа мои, чтобы спасти, спросил он, выведите из тюрьмы? Вот откуда темничный страж мог знать, что такое спасение? Что он задает вопрос, а что мне делать, чтобы спастись? Я думаю, что у них была беседа, довольно глубокая и довольно продолжительная беседа. И вот после беседы, когда произошло землетрясение, и он понял, что вот могло что-то плохое произойти, но не произошло, он тогда умилился, духами сказал, что а как же мне вот теперь получить спасение? Конечно. Вот в 25-м тексте мы читаем, что они молились, они пели Богу, да? Вот представьте, они молятся, они воспевают Богу, естественно, у сокамерников, да, возникает вопрос, а кому вы молитесь, вот кто он? Мне кажется, что Павел там свидетельствовал, рассказывал об этом, слышал, 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 слышал. с свидетельством того, что их побили, а вместо проклятия они благодарность возносят. Я думаю, больше, большего доказательства не нужно было. То есть важный урок для нас, знаете, так, что Павел не терял время даром. И для него было все равно, он на свободе или он в тюрьме, он везде проповедовал Евангелие. И где он не проповедовал, везде он имел успех. И когда вот это разрушилось, на самом деле, там же некоторые приговоренные, они же были даже приговорены, наверное, к смертной казни, неизвестно. Да. Но они даже не убежали. Почему? Потому что вот за это короткое время апостол Павел и Сила стали для них уже авторитетом. То есть они смотрели, если эти не убегают, тогда зачем нам убегать? Да. Я думаю, что, наверное, Господь, ведь Павел всегда говорил о Спасителе. Всегда говорил, он пришел, его распили, он пришел спасти нас, спасти. И этот страж говорит, а как мне спастись? То есть о спасении, в вашей проповеди было о спасении. Поэтому эти люди тоже задумывались, тюрьма тюрьмой, а вот вечное спасение все-таки больше. Поэтому... Очень важный урок для нас, чтобы вести себя всегда так, каким ты есть, то есть с Богом. Если Бог с тобою, ты будешь счастлив и на свободе, ты будешь счастлив, как они, и в тюрьме, и везде ты будешь свидетельствовать о твоем Спасителе. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы подобно вот этим мужам, и для нас это может сейчас немного смешным кажется, как они пошли на это, но пойти вот на эти пытки, и только ради того, чтобы ты имел возможность проповедовать Слово Божие. Вы представляете, сегодня не каждый человек пойдет на это. Не каждый человек. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы никогда не упускали возможности свидетельствовать людям о нашем Спасителе. На этом мы завершаем с вами 16 главу, и в следующем нашем выпуске мы костемся уже 17 главой. На этом мы завершаем наше исследование по 16 главе. Оставайтесь с нами, и смотрите в следующем видеоролике 17, разбор 17 главы. Иисус мой родной ближай, и в сердце печали нет.